Индульгенция вместо люстрации. Тихо перебрался из Крыма в Киев и начинает фискалить по-крупному. О ком речь, куда делись 4 килограмма золота и как можно без ответов на эти вопросы жировать во власти? Максим Кошелев подробнее обо всем этом. Правительство никак не реагирует, а вот киевская прокуратура требует от киевского подразделения государственной фискальной службы уволить руководителя следственного управления финансовых расследований Ивана Куценко в соответствии с законом о противодействии коррупции. Куценко раньше работал замначальника налоговой милиции в Севастополе. Трудился настолько усердно, что заработал на уголовное производство и официальное подозрение в совершении преступления. Своими деями он сприяв украдившихся податковыми милициями вместо Севастополя драгоценных металлов, золота, среба в большой количестве. В большом количестве это 4 килограмма золота. Все материалы по Куценко были переданы еще в начале марта в один из севастопольских судов. Но тут как нельзя кстати для него произошла аннексия полуострова. Материалы остались в оккупированном России в Севастополе, а сам налоговик перебрался в Киев. Здесь, пройдя все проверки, он получил неплохую должность в фискальной службе. Кстати, его руководство на требование прокуратуры уволить чиновника с темным прошлым ответило отказом. Мол, на момент назначения он еще не был осужден. Но в августе Севастопольский суд заочно приговорил его к двум годам лишения свободы. Останься налоговик в Крыму, он бы попал за решетку. Но сейчас эти решения Украина не признает. Крым-то оккупирован. Даже если прокуратура дожмет фискальную службу, максимум, что грозит Куценко, просто увольнение. Вот уж кому на руку аннексия Крыма России. Так что пока Крым будет оставаться оккупированной территорией, любителю золота ничего не грозит. Экстрадировать в Россию его не станут, судить в Украине тоже, ведь материалы остались в Севастополе. На звонки сам Куценко нам сегодня не отвечал, а вот в фискальной службе нам сказали вот что. Иван Куценко отстранен от занимаемой должности в связи с проведением служебного расследования. Но зачем вообще было поручать финансовое расследование в Украине человеку, в отношении которого не закрыто уголовное производство? Или к чему тогда все разговоры об очищении власти и люстрации? Это вопросы к правительству. Максим Кошлев, Вадим Сверидонов, Алексей Шматов. Подробности в телеканал Интер.